Это вполне по-тольятински посвятить выходной день экскурсии на родной завод. Сотрудники автоваза, как правило, большие патриоты своего предприятия. И сегодня, в день открытых дверей, стали гидами для родственников, друзей и гостей из других городов. В одном потоке встречаются разные поколения. Это те, кто стоял у истока в создании ваза, нынешние сотрудники и те, у кого автопром еще впереди. Мое желание посвятить внучат, кто производствует, где я работаю, наш завод, чтобы они имели представление, где забирается наш российский автопром наш. Вот внучка-то была, а внук первый раз. Я привез свою жену, сестру, показать на предприятии, в которой я работаю. Оценили, чтобы масштабы и понимали, что такое завод. Многие не понимают, пока на предприятии не окажутся, насколько масштабно это, насколько все сложно. Сегодняшний день открытых дверей посвящен 50-летию автоваза. 20 июля 1966 года было принято решение о строительстве завода в Тольятти. Сегодня вниманию публике представлено, с чего все начиналось. Первые копейки, которые европейцы видели на своих улицах, как ФИАТ-124. И как локомотив будущего новые модели и современные цеха. И все это открыто для каждого жителя России. И не только. Лоранц Эжер приехала из Франции в отпуск посмотреть, где работает муж. Мой муж работает здесь с 1 июля. Поэтому мы здесь в отпуске, в Ладар-резорт. И мы решили сегодня приехать, чтобы смотреть, где он работает. Муж водит в Ладе-Ларгус. И нам очень нравится. Крупнейшее в мире прессовое производство показывают из окна автобуса. Гигантские установки прошли комплексную модернизацию. И сегодня работают в соответствии со стандартами Альянса Рено-Ниссан. Добились по выпуску деталей автомобиля Веста и X-Ray. 95% геометрии по всем деталям. И полное отсутствие каких-либо лицевых дефектов на детали. Сегодня производство соответствует полностью мировому уровню. Цель сборки машин на платформе B0. Это модели Рено и Ниссан, а также Ладе-Ларгус и Ладе-X-Ray. Приобрести новинку сейчас желают многие автолюбители. И сегодня тот день в году, когда каждый может увидеть своими глазами, как рождается новый автомобиль. Производственные мощности действительно впечатляют. 600 гектаров – основная площадка, плюс 2000 – заводов-поставщиков. Запускается новое производство в особой экономической зоне. А потому в то же самое время юбилейные торжества начались в Нижнекамске, Белгороде, Рязани, Оренбурге, а также в Йокогаме и Париже. У нас есть все для успеха. У нас профессиональная команда, фундаментальные знания и компетенции. Новые продукты и самое важное – огромное желание работать. И наши знания, наши умения, а также поддержка со стороны Самарского правительства, со стороны Федерального правительства помогут нам в этом. И самое главное – десятки тысяч увлеченных идеей автопрома молодых тольяттинцев, которые каждый раз, приходя в заводские цеха, видят свое будущее в том, чтобы создавать автомобили, на которых ездит вся Россия. А в том, что эти машины станут престижнее многих других марок, они не сомневаются. Олег Зверев, Максим Гусев, События.